Девушки отдыхают Сотрудники Фейсбук применяют Центра, чтобы шпионить за пользователями, даже когда те не используют Фейсбук. Центра дает Фейсбук доступ к несметным кладам личных данных, включая посещаемые страницы и связанные с Фейсбук аккаунты. Вы не знали об этом, потому что все это происходит в тайне, вероятно, это вообще незаконно. Итак, сегодня, во время слушаний, Джош Хоули поставил этот вопрос перед Марком Цукербергом. Вот как это было. Центра — это инструмент, применяемый Фейсбук для слежки за своими пользователями не только на сайте Фейсбук, но и по всему интернету. Центра отслеживает различные профили, в которые заходят пользователи, получатели сообщений, связанные аккаунты и посещаемые ими страницы в сети. Господин Цукерберг, сколько аккаунтов в Соединенных Штатах подвергались критическому анализу и блокировке с помощью Центра? Сенатор, я не знаю, потому что название этого инструмента мне незнакомо. Я уверен, что у нас есть инструменты, которые помогают нам работать над нашей платформой и этикой сообщества, но это название мне незнакомо. У вас есть инструмент, который делает ровно то, что я сейчас описал, и что вы можете видеть у меня за плечом? Или вы говорите, что этого не существует? Сенатор, я говорю, что мне это незнакомо. Мне это незнакомо, сенатор. Но секундочку, Марк Цукерберг, вы руководите этой компанией, вы ее основали, и Центра, судя по описанию, очень значимая штука. Вы хотите сказать, что ее не существует? Что ж, нет. Оказывается, они этого не говорят. Всего несколько часов назад официальный представитель Facebook в разговоре с Fox News признал, что Центра на самом деле есть. По словам этого человека, Центра, цитирую, используется для централизации и помощи расследованием таких сложных вещей, как скоординированное, неаутентичное поведение. Скоординированное, неаутентичное поведение. Трудно выговорить, возможно, вы никогда об этом не слышали. Есть и другое название, астротурфинг, процесс создания якобы народных политических движений. Иногда этим занимаются иностранные правительства. Левые утверждают, что эта проблема их очень заботит. Другими словами Центра, еще одно последствие сфабрикованной истории про российское вмешательство. Адам Шиф истерит по поводу Владимира Путина, и Facebook получает возможность шпионить за вами без вашего ведома, а потом продавать собранные данные. Идеально. Но почему-то Марк Цукерберг, руководитель компании, говорит, что понятия не имеет о том, что происходит. И Центра не единственный секретный инструмент для сбора данных, про который Цукерберг, по его словам, ничего не знает. Сенатор Хоули спросил его и о другой внутренней программе. Она называется Таскс. Разоблачители сообщили Хоули, что Таскс помогает командам цензоров Facebook, цитирую, «общаться с коллегами в Твиттер и Гугл, а потом, предложенные этими компаниями идеи по цензуре, переносить на платформу Таскс, чтобы Facebook мог работать с ними в дальнейшем и, по сути, координировать их цензуру». Смекнули? Они все здесь заодно. IT-компании — это фактически картель по цензуре. Марк Цукерберг этого не отрицал. Вместо этого он признал, что, цитирую, «для людей, наверное, вполне нормально разговаривать со своими коллегами по индустрии». Кремниевая долина действует как единая организация. Олигархи от высоких технологий объединяют усилия, чтобы подвергать цензуре своих политических противников. Вы не были параноиком, когда беспокоились на этот счет. Вы были совершенно правы. У вас еще волосы, не встали дыбом? ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ